Вот, смотришь видосики в интернете, кажется, что всё очень-очень просто, но не тут-то было. Всем привет, меня зовут Нагима, и я очень рада видеть вас на своём канале. Сегодняшнее видео будет посвящено эксперименту. В качестве жертвы будут ручки моей мамочки. И это не случайно, потому что я как-то показывала маникюр, который делала для неё, и рассказывала, что это самые сложные для меня руки. Очень много негативных комментариев пришло по поводу того, что ногти получились кривые, косые, и всё равно взлётные, но выход здесь в том, что нужно нарастить. Ну, собственно, хорошо. Раз вы считаете, что это исправит ситуацию, и что я просто неправильно работала гелем, то решила попробовать проэкспериментировать и сделать маме наращивание. Правда, есть маленький нюанс в том, что я не являюсь экспертом в этой теме, поэтому данное видео точно не является каким-либо мастер-классом. Сразу вас предупреждаю, если вы думали, что я вас здесь чему-то смогу научить, то нет. Для этого есть, как говорится, специальные курсы. Я достаточно много проходила обучений, и теорию я знаю. Для клиентов своих иногда предоставляю данную услугу, но назвать себя экспертом точно не могу. Кстати, на видео сейчас делюсь небольшим лайфхаком. У меня у мамы достаточно такая налипшая кутикула на нескольких пальчиках, и она такая какая-то влажно-резиновая. И когда её отодвигаешь, потом птериги, он тоже такой вязкий. И для того, чтобы легче было работать фрезой, я обезжириваю спиртом под кутикульное пространство. И пока я заканчиваю маникюр, поделюсь с вами идеей моего эксперимента. Будет наращивание у нас на верхние формы, и на одной ручке буду делать его с помощью акригеля, а на другой с помощью геля. На Wildberries я заказала вот такой набор верхних форм. Он стоил вообще копейки, но отзывы были просто потрясающие. Выбрала, как мне кажется, казалось на тот момент, хорошие формы под маминой ногти. И, собственно, делаем подложку из эластичной базы. Всё как обычно, по стандарту. Обязательно после просушки снимаю липкий слой с базы, дабы избежать конфликта материалов. А вот и главный герой видео – акригель и гель, которыми мы будем работать. Начнём мы с акригеля. У меня это новинка от Эми. Очень красивого, нежного, пунрового такого оттенка с мелким шиммером. И, что самое главное, с приятной консистенцией. В общем, приступаем к наращиванию на правую ручку. Несколько ногтей я уже сделала. Как видите, что-то там не очень интересное и красивое получается. Сейчас всё объясню и расскажу, почему так. Насмотревшись коротких роликов в интернете и видя, как легко и просто люди делают наращивание на верхней форме, я решила, ну, чем я хуже. Опыт-то у меня большой, я всё знаю и умею. Меня давно уже манит техника подложки. Мне кажется, по крайней мере по видео, что это намного проще, чем классическое наращивание на верхней форме. Поэтому решила попробовать. Суть здесь в том, что мы просто формируем свободный край, опиливаем форму и сверху делаем выравнивание гелем. И, собственно, по этой схеме я и действовала. Но у меня была главная ошибка, которую я допустила с самого начала и неправильно подобрала верхние формы. У моей мамы арочные ногти. И нужно было выбрать такие формы. А я взяла более плоские. И хоть по ширине не подходили, но в итоге я их поджимала руками. И из этого получалось то, что мы видим сейчас в результате на видео. Посмотрев на все это безобразие в четырех ногтях, я была полностью расстроена, подавлена. У меня опускались руки. Потому что я думаю, ну все, эксперимент провалился. И нужно это просто все снимать и делать ногти заново. Но благо я вовремя поняла, что нужно просто взять другие верхние формы, которые лучше подойдут под мамину ногтевую пластину. И, о чудо, все получилось. И еще такой интересный момент, что я здесь уже не стала экспериментировать с техникой подложки. Потому что мы делали эти ногти в ночи. Я уже устала. И думаю, все, пойду по проверенной дорожке. И использовала технику чистой отпечатки. Которую я недавно узнала на курсе. И таким образом у меня получился идеальный указательный. Я перенарастила еще средний. А остальные ногти доработала немного, доложив акригель в стеночки. И опилила, в принципе, получилось неплохо. Перенаращивать все заново мне было лень, если честно. Кстати, кутикулу на этой руке я специально не срезала. А сделаю это после того, как опилю акригель. А вот на той руке, которой будем наращивание делать гелем, мы убираем кутикулу. Знатно намучившись правой рукой, приступаем к левой. И здесь я буду выполнять наращивание на верхние формы при помощи геля. Взяла плюс-минус похожий оттенок, но ничего страшного, особо большой разницы не будет видно, потому что сверху я сделаю небольшое выравнивание блестками. А сейчас, дорогие зрители, спойлер. У меня все будет здорово получаться. Все потому, что я буду работать не по мастер-классам из интернета, не зная техники, а просто предполагая, как все делается, а по курсу, который я недавно проходила. Думаю, многие слышали про нашумевшую технику чистой отпечатки от Алены Надейной. Суть этой техники в том, что работаем на готовность. То есть правильно подбираем верхнюю форму, выкладываем гель определенным образом, ставим на ноготь, полимеризуем. Нам нужно выполнить будет минимальный опил и перекрываем ногти топом. Все, они готовы, идеально красивы. Звучит заманчиво, не правда ли? Именно поэтому я и купила данный курс. Мне было крайне интересно, что же это за техника такая особенная. И когда узнала о нюансах, поняла, насколько все правда, просто, а главное, быстро. Кстати, если вы любите изучать полезную информацию, в описании я оставила вам ссылку на бесплатный урок от Алены, в котором она делится, как сделать укрепление гелем за 18 минут. Из этого урока вы узнаете, как сделать укрепление гелем сразу на готовность и без опила на короткие, узкие, взлетные ногти с высокими пухлыми валиками, как у моей мамы. А также, как делать маникюр на верхней форме без ступенек и затеков и как выйти из миндаля в кванрат за 15 минут. В общем, лично для меня давно очевидно, что учение — это свет, и не нужно экономить на своих знаниях. Неважно, сколько у вас опыт работы, хоть год, хоть 15 лет, всегда нужно развиваться. Пожалуйста, поделитесь в комментариях своим мнением на этот счет, как вы относитесь к обучениям, любите ли вы учиться, часто ли покупаете курсы, много ли разочаровывались в них, потому что у меня бывали такие истории, к сожалению. А может быть, вы вообще противнее курсов, считаете, что развелось, так сказать, этих инфо-цыган, такое модное слово, да, на вас нынче, и предпочитаете смотреть просто обучающие видео в интернете, и вам этого достаточно, всегда все получается, потому что как-то я тут делилась историей про то, что проходила обучение по стейпингу, и только после этого у меня стало все получаться, и прилетела куча комментариев о том, что, видимо, я какая-то тупая, потому что у людей все и так получалось. Ну, возможно, кому-то нужно, чтобы их направили целенаправленно, да, а кому-то достаточно просто посмотреть видео в интернете, вот к каким людям относитесь вы. А тем временем у нас образовался дизайн, ну, к маме на ноготь прилипла мошка, и она прям заполимеризовалась в лампе в геле. Это очень странно и смешно выглядит. Не знаю зачем, но решила с вами поделиться этой информацией. И, как я уже говорила, для того, чтобы ногти были плюс-минус одинаковые, я делаю на них очень-очень тонкое выравнивание гелем. Это у меня Эми Призм. Он прозрачный с огромным количеством блесток. Помимо того, что он просто невероятно красивый, по моему субъективно личному мнению, у него еще очень удобная консистенция, как раз для того, чтобы сделать тонкое выравнивание. Ну вот и все, наш маникюр подошел к концу. Перекрываем ногти топом, и можно будет оценить получившийся результат. Я решила заснять его на солнышке, чтобы вы смогли оценить, насколько здорово сияют блестки. Что я могу сказать? Мне понравилось работать верхними формами на маминых руках. Мне кажется, это правда. Достаточно удачное решение. И в будущем, в принципе, буду им пользоваться. Но взлетность ее ногтей это никак не помогло исправить, потому что они такие есть. Так они растут. Я никаким образом не могу это изменить. Если я не права, и что все-таки делаю не так, конструктивные критики, я буду рада в ваших комментариях. Если на длинных ногтях свободная игра еще как-то можно увести вниз, то как это реализовать на коротких, я вообще не представляю. В конечном счете, мы с мамой очень довольны результатом. Нам нравится форма. Ногти изящные, тонкие, красивого оттенка. Ей с ними будет очень удобно работать в огороде. А я надеюсь, что это видео вам понравилось, было интересно и полезно. Если остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я все читаю, на все отвечаю. И до новых встреч. Пока-пока.